30 лет прошло с момента тех событий, а воспоминания шрамом отмечены в памяти этих людей. С те времена молодые и полные сил парни, а теперь зрелые и опытные мужчины. Они помнят все до мельчайших подробностей. Неоднозначная война порушила и изменила тысячи судеб. Участники тех событий собрались в стенах Центра культуры и молодежной политики Десногорска. На мероприятии также присутствовал глава города Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Мы выражаем вам огромную благодарность за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением. Значимость этого события отмечена и корпорация «Росатом». Совместно с ветеранскими организациями России она выпустила памятные награды. Представители администрации города вручили воинам-интернационалистам юбилейные медали. Также на вечере выступали музыкальные и танцевальные коллективы города. Для этих мужчин встреча со своими боевыми товарищами – это всегда памятное и волнующее событие. Мы здесь все собрались, это везунчики, знаете, это везунчики, кому повезло вернуться живым. Я очень рад, что сегодня у нас такое мероприятие. Собрались, наконец-то, столько наших друзей, ветеранов Афганцев, с которыми мы очень редко в последнее время встречаемся. Когда-то Родина призвала этих людей на поле битвы, эти мужчины смогли достойно и самоотверженно привить себя в бою. И это долг любого гражданина своей страны. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова